Добрый день, дорогие детишки! Сегодня я с вами хочу поговорить по теме производные функции. И хочу, конечно, рассмотреть производные сложные функции. Итак, давайте вернемся маленько назад и вспомним такие условия. У нас существует класс элементарных функций. Первая из них это y равная x в степени n. Простая функция элементарная. Здесь y, здесь y. Поставляем значение x, получаем y. Все просто легко. Дальше, к ним относятся, да, вот такие функции, как y равная единица на x. Мы знаем ее производную, простая элементарная. y равная корень из x тоже. Все здорово, мы знаем производную, умеем их вычислять. Теперь, это пусть будет первый класс. Это степенные функции, да, мы знаем все они степенные. Степенные. Так, второй класс. Мы знаем второй класс. Это у нас, когда y равная a в степени x, или y равная e в степени x. Да, это у нас класс показательных функций. Показательных функций. Третий класс, с которым вы познакомились, это есть y равная логарифм числа x по основанию a. Или есть еще у нас y равный логарифм натуральной числа x, да. Даже знаем, что есть y равный логарифм десятичной числа x. Производные тоже их легко находите. Простые функции, они элементарные. Значение x поставляем, вычисляем значение y все прямое. Это у нас логарифмические функции. А также есть четвертый класс, который вы знаете, да. Это тригонометрические функции. Конечно, есть еще и дальше различные функции, но я расскажу те функции, которые вы знаете, которые вам знакомы, да. Синус, косинус, тангенс и катангенс. Вот. Это простые элементарные функции. Значение x поставляем, получаем их здесь, ничего нет. У нас существует понятие сложной функции. Она выглядит так, да. Элементарные это вот эти вот функции, они выглядят так. y равное f от x. Все просто легко. Значение x соответствует определенное значение y. Возьмем сложную функцию. Вместо x у нас какая-то переменная, или какая-то многочленная, какая-то другая функция. То есть так запишется. y равное f, и вместо x я напишу функцию φ от x. Иногда эту функцию φ от x обозначает буквочкой u. И тогда у нас выглядит так. Функция сама будет выглядеть y равное f от u. А сама u, получается, равняется функции φ от x. Это сложная функция уже. Не такая элементарная, простая, как вот эта. Здесь сложная функция. И получается, функции еще называют от функции, да. Бывает второе, ну там сложные из двух, из трех, из четырех, и так далее. Множество функций состоит. Итак, давайте посмотрим, да. Как выглядят тогда сложные функции, например, степенные, да. У нас вместо x, вот в данной первой функции, да, степенные y равное x, может быть какое-то выражение. y равное, что-то, u в степени n. То есть вместо u какая-то функция, да. Также, например, y может выглядеть, да, если минус первой степени, или так будет выглядеть единица, деленная на u. Здесь будет y равное корень из у. То есть это, получается, у нас, конечно, уже сложные функции. Потому что данная функция u, это какая-то функция, какое-то выражение. Также я могу рассмотреть все остальные функции, да. То есть получается, y равное a в степени u, y равное e в степени u. Логарифмические, может быть сложные. Вместо x может быть какая-то функция, то есть будет логарифм числа u по основанию a, где a это функция. y равное логарифм натурального числа u. y равное логарифм десятичного числа u. То есть вместо x у нас появляется выражение. Дальше, с синусом то же самое, да. У нас вместо синуса может быть, да, это тригонометрические функции. Может выглядеть так, синус u, функция u, где u это какая-то функция. Или y равное o синус u, y равное тангенс u, y равное катангенс u. То есть получается, мы каждую элементарную функцию можем представить в виде сложной функции. Итак, хорошо, в виде сложной функции мы можем представить. А теперь, как же находится производная сложная функция? У нас есть формула. То есть производная функции, вот y равное f от u, по идее получается как? Сначала находим производную самой функции, то есть f' от u. И обязательно умножаем на производную аргумента. Вот главный принцип решения нахождения производной сложной функции. Итак, рассмотрим пример. Давайте первый примерчик. Я возьму такую степенную функцию y равное 3x минус 5 и все это в седьмой степени. Посмотрите, у меня какое-то выражение в седьмой степени. Это у нас похоже на функцию u в степени n. Мы знаем ее производную. Производная степенной функции. Это и есть n умножить на u в степени n минус 1. И обязательно мы умножаем на u штрих. Формула вот она. Производная у нас степенной функции. То есть я нахожу производную сначала u в степени 7. То есть это будет, напишем так, y штрих равняется. Производная этой штуки будет 7. Эта штука в шестой степени. Здесь только у нас 3x минус 5. И умножаем, то есть вот это мы взяли за u. И умножаем обязательно на u штрих. То есть на производную 3x минус 5 штрих. Получается 7, 3x минус 5 в степени 6. Умножаем. Здесь производная 3x это 3 минус 5 ноль. Получается умножаем на 3. И в конце концов получится 21 умножить на 3x минус 5 в шестой степени. То есть вот так степенная функция находится. Давайте следующий. Второй. Второй пример. Пусть будет y равняется 3 разделить на x минус 2. Находим производную. Смотрим. Здесь в первой степени. К какой формуле подходит? Конечно, единица деленная на u. Производная будет минус единица деленная на u в квадрате. Ее обязательно умножаем на u штрих. Вот формула. Смотрим. Производная 3 деленная на эту штуку. Будет сразу пишу. Здесь y штрих. Здесь штрих. И пишем. Производная 3 деленная на u. Это будет минус единица. Но в данном случае постоянно умножить 3. Минус 3 деленная на эту штуку в квадрате. То есть u это у нас вот она. В квадрате. И умножить на производную уже вот этой нашей u. То есть умножить на производную x минус 2. Ну и получится, конечно. Производная x единица. Двойки 0. Будет 1. Умножаем на минус 3. Будет минус 3. Деленная на x минус 2 в квадрате. Следующий пример. Третий. Если у меня функция равняется y равная корень синуса x. Итак, как найти производную? Смотрите. У меня под знаком корня не буква x, а выражение синус x. Какая-то новая функция. Да? За оба значим. То есть я нахожу сначала производную корня, а потом умножаем на производную. То есть производная корня, вы знаете, это здесь напишу, производная корня, это есть единица деленная на 2 таких корня. И умножаем обязательно на уж 3. Вот формула, вы ее знаете. Так и пишу. Производная корня, это есть единица деленная на 2 таких корня. Но под корнем она что? Синус x. И умножаем на производную то, что под корнем. То есть на производную синуса x. Получится производная синуса, это косинус. Деленая получается, да, на 2 корня синуса x. Вот как легко и просто решается такие уровни. Следующий пример рассмотрим. Считаем. y равное e в степени синус x. Мы знаем, привыкли, элементарная функция у нас. y равное e в степени, в данном случае здесь не x, а u у нас не в степени x, а в каком-то выражении. Следовательно, у нас вот она функция. Производную, конечно, находим. Это e в степени u умножить на u штрих. Все, вы знаете. Формула есть. То есть вот по правилу всегда находим. Находим. Пишу. Производная получается e в степени u. Это и есть e в степени u. Так и напишу. e в степени синуса. Но умножаем на производную аргумента. То есть на производную синуса x. Производная синуса это будет косинус. Получается e в степени синус x умножить на косинус x. Все. Красивый ответ получился. Посмотрите. Давайте дальше. Пусть будет пятая такая функция. y равная логарифм натуральный 4x минус 3. Какой функции подходит элементарно? Конечно, y равная логарифм натуральный x. Но в данном случае у нас не x. У нас целое выражение. Да. У здесь. Как мы находим производную логарифма, если будет у? Производную самой функции умножаем на u штрих. Производная логарифма, я знаю, это будет единица деленная на u. То есть я пишу, это будет вот так, в общем, y штрих, здесь это штрих. Производная логарифма от этой штуки будет единица деленная на эту штуку. То есть будет 4x минус 3. И умножаем на производную аргумента. Производная 4x это 4 трех ноль. Будет просто умножить на 4. И получится красивый ответ. 4 деленное на 4x минус 3. Вот какой красивый ответ у нас здесь с вами получается. Шестой. Давайте вот такой хитрый пример рассмотрим. y равная логарифм натуральный в квадрате, например, числа x. Как находим производную? Конечно, у нас что в квадрате? У нас в квадрате весь логарифм. Читается y равная логарифм весь в квадрате. Раз логарифм весь в квадрате, это степенная функция u в степени n. Находим. Производная это n умножить на u в степени n минус 1. И умножаем на u штрих. Все. То есть, это степенная u в квадрате производную. Пишу y штрих. Производная этой штуки. Производная u в квадрате это будет 2u. То есть, 2 логарифма натуральных x. Умножаем на производную логарифму. А производную логарифму мы знаем, это будет единица деленная на x. Нельзя только вот так сокращать. Это под знаком логарифма все находится. Правильно? Поэтому будет так. 2 деленное на логарифм x деленное на x. Вот какой красивый ответ получился. А сейчас бонус для тех, кто дослушал меня до конца. У кого хватило терпения. Посмотрите. Вот такие прекрасные функции. Найти производную функции в точке x0 равен 0 равен π пополам. Итак, смотрим. Одна вторая тангенс от 4х минус π минус 3e в квадрате плюс π. Здесь одна функция сложная. Сразу рассмотрим. Теперь посмотрите здесь. 3e в квадрате. Число π. Сразу не торопитесь. Сначала анализируйте то, что задали. Итак, смотрим. Вот это число какое? Это постоянная константа. 3e в квадрате, ребята. Ица буквы нет. Поэтому это тоже константа. Все вы знаете, что производная постоянная. Да? Она равняется 0 в данном случае. Да? Производная константа. Это есть 0. Итак. Находим производную. Я пишу. Вот так напишу. Ниже просто. Лучше красивее будет. Пишу. y в штрих равняется. Одна вторая постоянная множитель. Производная тангенса. Это есть единица деленная. Да? Тангенс от этого аргумента. На косинус в квадрате. И аргумент так и напишу. 4x минус π. И умножить на производную. Само вот этого аргумента. Вот этого. Да? Тангенс. Не от х. А тангенс. От этой штуки. То есть производная 4x. Это будет 4. Производная π. Это 0. Вот. Здесь производная это 0. Здесь производная 0. У нас получается такая функция. Сократим 2. 4 здесь 2. Получится вот такое выражение. 2 деленное на косинус в квадрате. 4x минус π. Ну и конечно что делаем. Подставим теперь данное значение. π пополам место. Тогда получится у нас такое выражение. 2 деленное на косинус в квадрате. π пополам умножить на 4 будет 2π минус π. И получается 2 деленное на косинус в квадрате числа π. Но косинус π это у нас получается минус единица. Да. Минус единица. И в квадрате получится единица. То есть 2 получится. Косинус π это минус единица. Но в квадрате. Получится просто 2. Вот ответ нашего задания. Рассмотрим следующее. y равное 4 синуса от. Сразу видим не от x. От этого выражения. 2x плюс 3 вторых π. Минус 2e в квадрате плюс π в кубе. Сразу смотрим. Увидели. Синус сложная функция. Хорошо. Смотрим дальше. 2e без x. Здесь просто число в квадрате. Это постоянное. π это постоянное. Это обе у нас константы. Постоянная функция. Производная их равна нулю. Все сразу откинули. И начинаем искать производную синуса. Пишем y штрих равняется 4. Производная синус. Это есть косинус. От этого же угла угол не меняется. Косинус 2e x плюс 3 вторых π. Умножить на производную. Теперь уже самого аргумента. Самого у. Обязательно. Умножим на производную. Производная 2x. Это будет 2. 3π пополам. Это ноль. Число это постоянное. Поэтому получается у нас 8 косинусов 2x плюс 3π пополам. Подставим наше значение x равное π пополам. Вместо x. Получится. Отсюда вот так следует. 8 косинусов. Будет π пополам. Подставляем. 2x будет π. π плюс 3 вторых π. Это будет 5π. 5π. Деленое на пополам. И можем посчитать. Здесь получается косинус 5π пополам. Будет так. 8 косинусов. Ну 5π пополам. Это 2,5π. Это получается. Можно записать вот так. Ребята. 2π. 2 целых. Плюс. 5 десятых. То есть π пополам. Но период у косинуса 2π. То есть через 2π. Опять вернемся в этот же угол. Косинус π пополам получается. А косинус π пополам. Это у нас 0. Получается 8. Умножаем. Вот это выражение равно 0. И ответ получается 0. Вот какой красивый ответ мы получили. Рассмотрим еще один прекрасный пример. У равный. Логарифм натурально. От 2х плюс 11. Видите. Нет числа х. От целого выражения. Плюс 5х. Ну что ж. Логарифм это сложная функция. Да. У нас здесь вместо х аргумент. Тоже функция 2х плюс 11. Поэтому находим сначала производную логарифму. Это есть единица деленная на наш аргумент. То есть на 2х плюс 11. И обязательно умножаем на у штрих. То есть на производную нашей этой штуки. По и 2. Производная 2х 2. 11 на 2. И плюс получается 5. Ну преобразуем. Чтобы красиво было. Получится 2 деленное на 2х плюс 11. И плюс 5. Дальше равно. Дальше мы вычисляем. Получается у нас здесь красивый должен получиться ответ. Х равный минус 5. Мы берем и подставляем нашу точку. Х нулевая равная минус 5. Мы ее берем. Подставим вместо х. Получится 2 деленное на минус 5 на 2. Минус 10. Плюс 11. 1. Плюс 5. Получится отсюда ответ 7. Все решили. Дорогие дети. Я думаю, что если вы внимательно меня послушали, то хоть чуть-чуть поняли. Всего хорошего. Удачи вам. До свидания. Продолжение следует.